здравствуйте друзья доброе утро вот и можно сказать предрождественская неделя у нас начинается сегодня 17 декабря и вот недельку отработаем значит 17 18 19 20 21 значит 21 будет пятница отлично значит 22 23 у нас выходные а 24 все эти 24 25 это понедельник вторник уже самое рождество вообще мы на каникулах мы эту неделю отработаем и дальше мы на каникулах то есть есть люди которые ходят в это время на занятия у нас мне занятия здесь в офис ходят там интернет хороший они тут допустим приехали из других штатов на каникулы никуда не разъезжаются поэтому продолжают ходить на занятия и там есть дежурные с ключом с ключом который открывает там для всех так что это как бы решаемый вопрос но в общем-то да занятий нет преподаватели некоторые так разъезжаются это у нас время бонусов для тех кто у нас работает у нас еще обычно бывает новогодняя такая парк party да значит но это где-нибудь мы делаем может быть в середине января потому что люди разъезжаются съезжаются вот когда уже все на месте когда все уже вернулись вот тогда мы можем значит пойти там задним числом отметить и так ну для настроения больше так чтобы те кто у нас работают есть те кто в офисе те кто иногда подходит там по часовики вот чтобы так было единение трудового коллектива а пока что солнышко обратить внимание 17 декабря солнышко светит люди получают офферы референсы каждый день значит кому-то мы даем рынок не помирает и я могу сказать что по сравнению с прошлыми годами если раньше количество позиций в это время уменьшалась ну так раза в два если не больше количество вакансий которые публикуются то сейчас меньше тоже но но не в два но может быть на треть то есть как-то так активно активненько очень активненько такие такие дела на самом деле солнышко светит но может быть и прохладно как вы догадываетесь сегодня тепло вот я в одной рубашечке так хорошо тепло погода немножко гуляет туда-сюда тут дождичек вот вообще исторический декабрь был таким месяцем всегда когда начинались дождички и вот мы в это время примерно с удовольствием двигались куда-нибудь за грибами потому что когда начинаются дожди идут белые если вы сделаете поиск на канале там на слово грибы там или на слово белые вы увидите какое-то количество сюжетов которые я снимал там может лет пять назад может быть даже больше мы тогда были со светланой большие грибники любили ходить по грибы брали у нас был timeshare потом мы продали он timeshare был в грибном месте а потом и когда дачу купили там недалеко от этого грибного места но уже как бы смысл потерялся вот но с другой стороны мы и за грибами перестали ходить светлана говорит ну чё их чистить потом как-то вот так получилось что в общем перестали и вот в это время примерно шли белые вот так они начинались где-нибудь вот вторая декада декабря и вот белые хорошие красавцы вот потом уже там чуть такое могло пойти маховички маслятки здесь такие грибы растут но белых много хорошо хорошо собирались белые но не каждый год надо чтобы было не холодно вот вот как сейчас например сейчас совершенно грибная погода значит дождик прошел вчера на полдня лило но так вот не проливным а таким косым таким то что надо дождик в грибном смысле и тепло вот я думаю что если сейчас пойти но мы не пойдем мы тут на работу так что друзья такое вот место у нас интересно что грибы начинаются в декабре если есть дожди если дождей нет то и грибов нет так что год на год связи с изменениями климатическими бывает что несколько лет подряд нет дождей вот прошлый год был хороший в этом смысле ну и это тоже быть пока ничего пока ничего пока ничего хотя конечно дожди измеряются не тем что грибы пошли а тем сколько воды запаслось в водохранилище чтобы хватило на нужды в первую очередь сельского хозяйства население у нас мало потребляют воды так и нет ни о чем говорить затравили население там ценами штрафами за излишнее потребление так что население исключительно вот мало потребляет а так все больше сельское хозяйство это же они пытались там как-то с этим порядок навести но пока не очень получается у нас есть места где там рис высаживать эти сколько сколько воды нужно чтобы вот рисовые плантации были казалось бы ну чего в калифорнии рис но вот есть у нас рис там свой выращиваем я не знаю почему нам не хватает таиландского какой-нибудь или там еще откуда могли бы во флориде посадить правда там воды много можете сажают я даже не знаю вот но пока вот у нас тут растят так что водичка это когда запасы можно сделать и вот там всем хватает собственно хороший был дождик пожар потушил 6 не этот дождь она бы до сих пор бы горел и тут все было затянуто дымом вот так как-то десница божья протянулась в нужном направлении его дождик погасил пожар так что такие вот дела солнышко светит знать как хорошо стройка справа идет перегородили все но вот когда достроить прямо напротив нашего все эти вот зеленая табличка слева это уже наш офис прямо напротив нас когда достроить возьму камеру пойду снимать что там получилось сейчас красиво строит но знаете что поскольку тесненько и они пытаются тот втиснуть побольше и получается что смотришь там ну таунхаус так они это таунхаус на три этажа на три уровня 1 и там половина площади на лестницу ушла но эти лестницы со с первого на 2 со 2 на 3 и вот и пошло и пошло а а он еще такой вытянутый и в общем слезы одни чего не там строят и цены жуткие но посмотрим вот тот домик что впереди такой симпатичный желтенький дать видно что жилой он тут довольно долго был вообще сказочно дорогим считался это было что-то просто невероятное да то есть представьте себе что еще там 10 лет назад там квартиры были там по четыре по пять тысяч долларов то есть тогда когда все вот у нас тут все было в два в два раза ниже чем сегодня такой он теперь как бы меркнет получается потихоньку сейчас новые застройки с какими-то жуткими ценами удивительно кто в состоянии платить но платят раз строю так не подозрение такое что какой-то спрос есть платежеспособны хотя вообще говорят что сейчас в строительстве такой как бы спад наблюдаются и финансирование меньше и не то что потребность меньше потребность не меньше но вот из-за того что растет банковский интерес там не знаю что другие причины в общем как-то говорят сейчас замедление ожидаются акции компании строительных уже довольно давно упали ну как в начале года можно сказать упали существенно там на 25 на 30 процентов то есть никто от них прибылей не ждет а у нас солнышко у нас все хорошо об да давайте я вам покажу светлый образ вот пожалуйста вот так вот ходишь и тоже получается настроение хорошее когда солнышко как слаб друзья человек как он зависим вот солнышко и от других явлений природы счастлива пошел на работу и